Холдинг Черри стал первой компанией среди китайских автопроизводителей, кому удалось экспортировать более 50 тысяч автомобилей за один месяц. Так, в июле Черри смогла продать более 130 тысяч автомобилей, что сразу на 60% лучше прошлогоднего показателя. В свою очередь, объёмы зарубежного экспорта увеличились почти вдвое, превысив 50 тысяч единиц. А в целом, с января по июль общий объём экспорта холдинга Черри составил неполные 200 тысяч машин. Это сразу на треть больше, чем год назад. Причём зарубежный экспорт составил 33% от общего тиража марки. Надо заметить, что пандемия ковида продолжает оказывать негативное влияние на мировой автопром. Однако китайскому холдингу удаётся укреплять свои позиции вопреки общемировым тенденции. Во второй половине года концерн продолжит развитие. В планах руководства улучшение системы репутационного менеджмента, повышение узнаваемости марок, адаптация автомобилей для зарубежных рынков и многое другое. Отдельного внимания заслуживает платформа WithCherryWithLove. Это целый комплекс мероприятий, проектов, начиная от групп владельцев в популярных мессенджерах и заканчивая совместными автопробегами. Вообще, будучи приверженным стратегии глобализации, холдинг Chery стабильно увеличивал продажи на зарубежных рынках. С начала этого года бренду удалось последовательно побить ежемесячные экспортные рекорды китайских автомобильных марок. В мае заграничным покупателям было отгружено 27, в июне — 36, а в июле — 51 тысяча машин. Кроссовер Тига 4 — это самый компактный и доступный автомобиль в российской гамме Chery. В нынешнем виде четвёрка продаётся вот уже три года, поэтому наступающей осенью на рынке появится обновлённый Тига 4 Pro. С рестайлингом кроссовер обрёл другие передний бампер и решётку радиатора, так что теперь модель напоминает старшую Тига 7. В дорогих комплектациях на кузове появился красный декор. Базовым останется полуторалитровый атмосферник, с которым предложены пятиступенчатая механика и вариатор. Двухлитровый двигатель исключён, а турбомотор вместо робота станет комплектоваться беступенчатой трансмиссией. Российский офис Chery обещает раскрыть цены, а также опубликовать фотографии интерьера немного позже. Но можно предположить, что машина примерит новую переднюю панель, как это уже сделал автомобиль для китайского рынка.